Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельное совещание по тепловодоснабжению вновь прошло в узком кругу. Присутствовали специалисты администрации, примтеплоэнерго, директор обслуживающего учреждения и муниципальный жилищный инспектор. Подробности далее. Главным вопросом прошлого совещания по тепловодоснабжению стало качество оборки мусора в округе, соответствие объемов контейнеров количеству проживающих человек, регулярность вывоза, работа дворников после опустошения контейнеров. Стороны, ответственные за чистоту улиц и дворов, присутствовали не все, а диалог не оказался конструктивным. Несмотря на это, остальные исполнители коммунальных услуг на очередной ТВС не явились. Санитарное состояние Дальнегорска не обсуждалось. Отопительный период в округе проходит в штатном режиме. Серьезных аварий и порывов не зафиксировано. Утечка на космонавтов 14. Дом без формы управления. Горячее водоснабжение отключено. Отопление есть. По словам директора обслуживающего учреждения, жалоб на температуру в школах и детских садах нет. Затронутый вопрос об очистке управляющими организациями подведомственных территорий от снега будет обсуждаться. Финальный этап конкурса профессионального мастерства состоялся в учебно-методическом центре среди педагогов школ и дошкольных учреждений в четверг 6 декабря. Подробности в нашем следующем сюжете. Конкурс мастерства среди учителей и воспитателей – это соревнование в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать свой стиль, раскрыть секреты работы коллегам и представить свои открытия. Больше пяти лет конкурс профессионализма в Дальнегорске не проводился. С волнением открывали соревнования его организаторы. Девять воспитателей дошкольных учреждений приняли участие в конкурсе и два школьных учителя. Сегодня финальный этап конкурса «Лучший по профессии» – номинация «Лучший воспитатель 2018 года». В конкурсе «Лучший воспитатель» приняли участие девять педагогов. Это Пруненко Ирина Анатольевна, воспитатель детского сада «Два». Приветствую! Генобьева Екатерина Сергеевна, воспитатель детского сада «Тринадцать». Демьяненко Елена Павловна, детский сад «Тридцать три колосок». Бастина Ирина Витальевна, детский сад «Надежда». Артемова Надежда Николаевна, Бахрушева Светлана Геннадьевна, Чудина Галина Александровна. Владимировна – это все воспитатели детского сада «Тридцать один». Котова Екатерина Николаевна, детский сад «Александр». Шкуренко Анна Анатольевна, детский сад «Тридцать сказка». Ничто не ограничивало участников конкурса. Педагоги от 27 до 60 лет делились своим мастерством. Шесть воспитателей имеют среднеспециальное образование, трое – высшее. Самый молодой педагог-конкурсант Екатерина Зиновьева имеет стаж 5 лет, а самый опытный – Ирина Пруненко, 34 года. Главная цель конкурсной программы – выявление лучшего опыта в педагогической практике, рост профессионального мастерства. Четыре воспитателя стали финалистами. Надежда Артемова, детский сад номер 31, Екатерина Котова, детский сад «Олененок», Анна Шкуренко, детский сад номер 30, и Галина Чудина, детский сад номер 31. Деток очень я люблю, воспитатели пойду, буду малышей любить, очень многому учить, рисовать, лепить, решать, танцевать, писать, считать, нашу Родину любить и отчизной дорожить. Старшим место уступать, малышей не обижать, трудно видеть природу, дом и березку под окном. Терем я хочу построить, чтобы каждого устроить. И бассейн, и теннис-корт, зимний сад, чтоб под стеклом. Детским садом на реку деток местных соберу, Чтоб с улыбкою шли в сад, нашей встречи каждый рад. Инновации ведут, педагогов обучу, технологии везде, и не только при письме. Вот родители идут, деток за руку ведут, чьи накланяются нам, помогают тут и там. Мамы, жалоб в городок, не пишут, от волнения еле дышат. Вам ремонт, так это праздник, штукатурь, а здесь покрась и поделками украсть. Чтоб еще поделать вам, отцы мечтают по ночам, мамы тоже не сидят, психологию зубрят, педагогику шерстят. Мы родители, мечта, воспитателям слова. А я открою вам секрет, что лучше моей профессии воспитатель в целом мир нет. Конкурс состоял из двух этапов – заочного и очного. В заочный этап вошли экспертиза методических материалов, эссе, разработка непосредственной образовательной деятельности, а именно занятия, а также методическая разработка проекта. Анна уезжала от семейной суеты, чтобы воздикнуть профессиональной высоты. Сад, детский сад над ней имеет власть, Все, педагогика и понеслась. Свет, настроение спокойный, у воспитателя всегда видостойный. С улыбкой деток встречаю, а ребятишки меня обожаю. В состав жюри вошли специалисты управления образования, методисты и заведующие детских садов, опытные воспитатели. Им пришлось нелегко, ведь они не понаслышке знают, что педагог – это не только преподаватель, это творческая личность – и актер, и художник, и поэт. Земля, земля, я заря, слышу вас хорошо. Почему позывной заря? Восход, солнце, заря, начало нового дня, начало нового пути. Индификация, индификация. Я, Чудина Галина Владимировна, стаж работы воспитателем в 31-м детском саду, 6 лет. Почему профессия воспитатель? Я астронавт-воспитатель. Не хочу стареть душой, оставаться всегда молодой. Затрудняюсь индифицировать, повторите. Энергия дошкаля заряжает педагога. Воспитатель заряжается ею, становится молодым и энергичным. Ежедневно, отвечая на 100 вопросов маленьких дошкаля, повышает кругозор, занимается самообразованием. Победителем конкурса «Лучший по профессии-2018» среди педагогов дошкольного образования стала Екатерина Котова – детский сад «Олененок». Второе почетное место заняла Анна Шкуренко – детский сад номер 31. Третьей в гонке лучших воспитателей стала Надежда Артемова – детский сад номер 31. Управление культуры, спорта и молодежной политики совместно с Дворцом культуры Горняк объявили конкурс «Я самый лучший Дед Мороз», к участию в котором приглашаются юноши от 15 до 20 лет. Финал конкурса состоится на центральной площади Дальнегорска 2 января. Заявки принимаются до 15 декабря. Что бы мы хотели на этом конкурсе увидеть? Конечно же, ребят готовых креативно подойти к этому празднику. Выступить в качестве Деда Мороза – это оцениваться будет художественный образ Деда Мороза, это его костюм, традиции, скажем так, нашего русского Деда Мороза. Обязательно уникальность поздравительной речи, либо песни, которая должна прозвучать. Ребята в творческих коллективах, образовательных учреждениях, спортивных учреждениях, центр творчества, то есть любых учреждений, которые готовы поддержать этого конкурсанта. Потому что одним из критериев победы этого конкурсанта будет поддержка, мощная поддержка команды, которая придет на центральную площадь, поддержит своего конкурсанта и выведет его в победителя. Конкурс носит не индивидуальный, а командный характер, пройдет в три этапа. На первом участники представят свой образ и костюм и продемонстрируют художественное мастерство, артистические навыки. Второй этап – визитная карточка Деда Мороза и его выступления. Завершится конкурс танцевальным флэшмобом. Сам флэшмоб будет организовываться Дворцом культуры Горняк, то есть сама хореография постановки флэшмоба. Все остальные два этапа конкурса, вы готовите его индивидуально, со своим куратором. Возможно, это будет ваш учитель, преподаватель, ваш наставник. Всю конституционную часть вы можете получить во Дворце культуры Горняк. Директор Татьяна Александровна Крутиченко. Впервые в этом году этот конкурс финансируют наши предприниматели. И только предприниматели. Призы очень достойные и хорошие. Они представлены в денежном выражении. За первое место конкурсант, победитель, который и весь коллектив, который поддержал его, этого конкурсанта, победителя, получит приз в 40 тысяч рублей. Второе место 30 тысяч рублей. И третье место 20 тысяч рублей. Эти все деньги вы можете потратить на свой коллектив, на свой класс, на свой спортивный коллектив. Это может быть и поездка в Сихотеринский заповедник. Это может быть вам нужны средства на выпускной вечер, если вы являетесь выпускником. И так далее. То есть, конечно же, необходимо будет потом публично отчитаться перед спонсором за реализацию этих денежных средств. В состав жюри войдут независимые эксперты в области культуры и благотворители, оказавшие поддержку и финансовое обеспечение конкурса. Дальнегорск готовится к празднованию Нового года. Благоустройство центральной площади практически завершено. Скоро начнется установка елки и фигур. Впервые массовые гуляния пройдут в вечернее время, 2 января. Начнутся в 16 часов. Вместо привычного салюта дальнегорцев ожидает лазерное шоу, отличительная черта которого – абсолютная безопасность для окружающих. Первая часть оборудования уже закуплена. Испытания состоялись в среду 5 декабря при участии первых лиц города. Яркие образы новогоднего представления проецировались на здание филиала Дальневосточного федерального университета. Подбирались различные цветовые комбинации. Было решено закупить дополнительное лазерное оборудование. Следующие испытания намечены на пятницу 7 декабря. Свыше трех тонн наркотиков и психоактивных веществ изъято в Приморье за два года. Сегодня исполняется 27 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. Подробности в материале, предоставленном нашими коллегами из пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю. Сегодня 27 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году функции госнаркоконтроля вернулись к МВД России. Вместе с тем борьба с наркопреступностью продолжала оставаться одной из приоритетных задач органов внутренних дел. Ключевые задачи сотрудников подразделения это пресечение деятельности преступных групп и сообществ, перекрытие контрабандных каналов поступления наркотиков в страну, уничтожение инфраструктуры их нелегального производства и борьба с легализацией доходов, полученных от наркобизнеса. Подразделения по контролю за оборотом наркотиков есть в каждом территориальном отделе полиции Приморья и насчитывают более 200 оперативных сотрудников. В составе управления по контролю за оборотом наркотиков есть и боевое подразделение – отряд специального назначения «Гром». Его бойцы оказывают помощь в задержании членов преступных групп наркоторговцев. За два года пресечена деятельность 49 организованных преступных групп и 72 групп лиц, осуществляющих по предварительному сговору сбыт наркотических средств на территории края. Ликвидированы 76 наркопритонов. В рамках работы по подрыву экономических основ наркопреступности выявлено 8 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых от незаконного оборота наркотиков. Возбуждены 9 уголовных дел о контрабанде наркотических средств. За прошедшие два года в Приморье из незаконного оборота выведено свыше трех тонн наркотических средств – психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более двух тонн наркотиков каннабисной группы, свыше 220 кг синтетических наркотиков и более 11 кг героина. Из-за наличия в регионе сырьевой базы для изготовления наркотиков каннабисной группы ежегодно проводятся целевые оперативно-профилактические операции, направленные в том числе на ликвидацию незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений. На постоянной основе проводится работа по профилактике наркопотребления. Это тематические операции и акции, такие как сообщи, где торгуют смертью, призывник, МАК, мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и многие другие. С участием специалистов-наркологов за два года проведены свыше 2500 профилактических мероприятий, а в них приняли участие более 114 тысяч школьников и студентов. Целенаправленная работа по изъятию наркотических средств, подрыву экономических основ наркопреступности, противодействию ее организованным формам, проведению профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня потребления наркотических средств, выявление тех, кто их распространяет, ограничение доступа к вредоносным интернет-ресурсам, а также правовое побуждение наркопотребителей к обязательному лечению и реабилитации способствует оздоровлению наркоситуации в регионе. Поздравляем сотрудников подразделения и ветеранов с профессиональным праздником. Желаем им крепкого здоровья и успехов в службе. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова